Привет! Какие вы красивые! Обалдеть можно! Ирина, первый вопрос тебе. Скажи, пожалуйста, кто у тебя такую красивую сделал? Где ты такую стильную стрижку сделал? Во-первых, я не стриглась. Это все по стилистам салона Ларисы Казьминой. Я рядом живу, поэтому каждом утро я не могу позволить себе на площадке отвлекать стилистов от работы. Поэтому, кажется, салон рядом с салоном Ларисы Казьминой каждый день всегда такой разный образ. Вчера вечерний. Позавчера была вечерней полетой фото. Как вы сможете видеть манекене там на стенде. Я сегодня одета в костюм от русского дизайнера. Это традиция. Я являюсь посетителем идеи, которые возникают за 10 лет. Поэтому все наше, все свое. Я поражаюсь. Как ты успеваешь. Столько много дел и вот так вот выглядит. Замечательно. А вот рядом с тобой такой импозантный молодой человек. А вы можете быть так? Оксана, не водите меня. Я неловко. Меня зовут Илья Иовка. Замуправляющего Мегапарна. Оксана, позвольте вставить. Потому что мне неловко, так как все-таки Илья это мой партнер и это представитель официального фэшн-партнера в Дефиле на Неве и уже неоднократно мы сотрудничаем второй раз. Это, я надеюсь, это недоброй традицией. Илья представляет такой бренд, который диктует моду не только в узком кругу почитателей, вот Дефиле на Неве, но и очень широкий круг. Потому что, безусловно, сеть торговых комплексов Мега, Мега Парнас и Мега Дебенко, которые представляют ежедневно на Дефиле на Неве коллекцию Мега фэшн-шоу, они уже привлекают внимание все больших и больших поклонников авторской моды. У меня подозрение, что в прошлой жизни была профессиональным журналистом, но кто, как не ты, лучше всех может вообще рассказать и представить человека. И тем не менее, я задам ему вопрос. Скажите, пожалуйста, я вот давно уже знаю вас и Мегу уже стала посещать только благодаря Дефиле на Неве. Не первый раз вы участвуете. Почему вы решили все-таки стать партнером? Скажите, пожалуйста, мне кажется, на самом деле Ирина практически все уже рассказала. Почему? Потому что Мега это модное место. Большинство магазинов, которые представлены у нас, это модные магазины. Магазины одежды, обуви. И всегда интересно проводить параллель между... и показывать, что те тренды будущего сезона, которые показываются на Дефиле на Неве, существуют и в Меге, и что как называемый масс-маркет готов, чтобы люди просто могли почувствовать себя избранными, не только находясь на подиумах, на неделях высокой моды, но и собственно в Меге, в простом месте, доступном для всех, всем и каждым. А сегодня в показе Мега Кажиншо будут представлены вещи из 12 бутиков, которые расположены в таком комплексе Мега, и в частности один бутик, это бутик русского дизайна, это бутик МТ, поэтому мы уже начинаем быть достойны какого бренда как Мега, чтобы быть представленным, говоря о том, что мы умеем соблюдать качество, сроки, договора и так далее. Вот это как раз в течение всего месяца и увидят наши зрители на нашем сайте, в нашей видеогазете. Спасибо вам огромное. И так мы сейчас смотрим сколько много народу мечтает попасть на показ очередной, и вот девушка симпатичная стояла, такая модная, мы совершенно без подготовки решили у нее спросить, а что вас привело на дефиле на Неве? На дефиле на Неве меня это привел интерес, антураж, креативность данного события. А вы учитесь по этой части или как? Дело в том, что я бывший арт и пиар-директор модного дома «Баран» Маркова Слав Аксенов, и организатор дефиле в зоопарке. Так, вот и в зоопарке бывает дефиле. Ну, замечательно. Скажите, пожалуйста, а вы часто посещаете или первый раз вот вы пришли на дефиле? Ежегодно, два раза в год, стабильно. Считаете, вот в этом году чем-то отличается или, в принципе, как всегда? Каждый раз есть что-то новое, что-то интересное, а какие-то детали добавляются, несомненно, участники прибавляются, всегда ярко, неожиданно, не знаешь, чего ожидать, поэтому интересные захватывают. А вы легко попадаете? Где вы берете приглашение? Приглашение выдают модные дома дизайнеров, да, безусловно. Также можно в офис Перенёшкина подъехать. Но это, я думаю, не будем отражать. Ну, хорошо, спасибо вам большое. Лена, привет! Слушай, как здорово, что я тебя встретила. Оказывается, твои студенты сейчас принимают участие в показе. Ну, это мои дети, можно сказать, наша кафедра университета, сервиса экономики, дизайнера. Так, Лена, город знает тебя, как модную фэшн-дизайнера. И только узкий круг знает о том, что ты ещё и педагог. Ну-ка, пару слов об этом. Ну, честно говоря, я думаю, что не узкий круг знает, что я педагог. Я уже 7 лет возглавляю эту кафедру. Да, да. Приходите к нам учиться, кстати. Вот. И очень у нас, условно, получается. Вот благодаря Ире мы, вот, как-то, разная на 2 года делаем такой серьёзный показ. Что значит серьёзный? Ну, потому что это подиум, на котором выступают профессионалы. И подиум большой. И ответственная публика, и ответственная веса. Поэтому мы к нему готовимся. Планируем делать это каждый год. То есть, то, что сейчас увидят наши зрители, это несколько студентов, да, собранные там и вот в показе, да? Да, это собранный показ из дипломов работы. И искусство. Вы увидите, насколько они ровные, насколько они прогрессивные. И когда ты не обременён показ, вот, 50, например, луков, да, или, там, 25, а когда ты делаешь коллекцию с 5-ти моделей, то, естественно, каждая модель насыщена максимально. Поэтому это могут себе позволить только студенты и вообще подобного рода эксперименты быстрее моды. Вот. И сегодня будем смотреть. Понятно. Ну, это замечательно. Тем не менее, мы с нетерпением ждём твоего завтрашнего показа, который, кстати, в 8.30 начнется в прямом и онлайн. Его будут видеть весь мир. Ну, спасибо, Линочка, большое. Давай сейчас побежим смотреть. Спасибо. 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 Спасибо.